Заболеваемость коронавирусом и ОРВИ остается высокой. Медики работают в авральном режиме. Ежедневно в поликлинике Ульяновска поступает до 200 вызовов врача на дом. Поэтому региональное отделение «Единой России» приняло решение передать служебный транспорт врачам. Весь наш транспорт, который есть в небольшом количестве во фракции «Единой России» в Законодательном собрании, это несколько автомашин, в оригинальном отделении партии «Единой России», у наших коллег-депутатов Законодательного собрания направить, передать по заявкам поликлиник Несколько автомобилей передали во вторую поликлинику в Засвияжском районе. Сейчас они возят врачей на вызовы. По словам самих медиков, порой, чтобы успеть к пациентам, приходится использовать личный транспорт. В день где-то вызовов 10-12 бывает в среднем. То есть, ну, в связи с загруженностью высокой, где-то так выходит. Мы посещаем пациентов каждый день. Каждый день активные посещения, вызовы на дом. Работаю я на отдаленном участке. И, ну, служебная машина – это очень, ну, ускоряет процесс. Раньше ходили пешком, ну, или на своем транспорте, кто как мог. Также рассматриваются и другие виды помощи врачам. Компенсация части затрат на проезд и льготы молодым медикам. Предложения должны быть оперативно сформированы для того, чтобы учесть их при обсуждении областного бюджета на 2021 год во втором чтении. Анна Тищенко, Новости, Уллправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин